Не сажайте на участке импортный картофель. Россельхознадзор предупреждает ярославских дачников. Подобное легкомыслие может дорого обойтись. Многие партии картофеля, поступившего в Россию из-за рубежа в прошлом году, заражены особо опасными организмами. Внешне растение семейства посленовых привлекательно, но использовать его для посадки запрещено. Нина Свечникова рассказывает. Алексей, можно сказать, потомственный фермер. У него совместное с родителями крестьянско-фермерское хозяйство. Вчетвером на двух гектарах земли в Ростовском районе выращивают овощи. Сами выращивают, сами продают на рынке в Ярославле. Традиционные сорта российские лучшие. Остромской институт, Московский. Елизавета, Венецка, Удача. Все российские сорта. Однако и зарубежная селекция в последнее время уверенно завоевала отечественные просторы. А вот эти вот импортные сажали картошки, которые, ну вот свежие продают, она первой будет родиться очень хорошо, а второй год она уже все, мелкая уже. На вкус и цвет товарищей нет. Сорта импортные, очень много импортных сортов, но выращенные в основном у нас. То есть они подходят для нашей зоны. В Ростельхознадзоре предупреждают, некачественный посадочный материал может привести к большим убыткам. Импортный продовольственный картофель из супермаркета категорически нельзя использовать на посадку, даже если он проросший. В привезенных из Египта, Израиля, Турции и Китая картофельных клубнях находили вредителей, которые в случае попадания в землю способны лишить почву плодородия на несколько десятилетий. Среди таких вредителей золотистая картофельная нематода, бурая бактериальная гниль, картофельная моль. Хотелось бы предупредить всех землепользователей о том, что приобретая и используя главным образом такой картофель на семенных целях, вы рискуете занести на свои приусадебные участки опасные карантинные заболевания, опасных карантинных вредителей. Семена картофеля следует покупать в специализированных семенных магазинах. Лучший вариант тоже есть такой вариант у производителей семен. Ни в коем случае ни на обочинах дорог, ни с машины на дорогах. Как правило, там некачественный семенной материал продается. Традиционно весной дачники активно начинают запасаться семенами. Многие садоводы продолжают возделывать картофель и другие овощи. Кто по привычке, а кто из желания вырастить экологически чистый продукт для себя. Помидоры, овощи и перцы, потому что я практически ничего в магазинах не покупаю. Я не хочу. Картошка у меня сейчас уже прорастает. Вот как снег сойдет, я уже сажаю. У меня сколько раз и под снег попадало, и под морозы. Картошка рано вырастает. Свои картошки сварить в супчик, это намного вкуснее, чем купленную. При покупке семян специалисты Росельхознадзора советуют обращать внимание на ГОСТы. Говорят, на некачественные семена ГОСТы не выдается. Нина Свечникова, Владимир Чернов, Максим Сушанов, Городской телеканал.